В новом учебном году впервые по рок-школы переступят 2160 первоклассников. Из них 1048 детей пойдут в классы с государственным языком обучения. Одно из новшеств учебного года – возвращение Альпе. Новый 2021-2022 учебный год ознаменован многими новшествами. Одним из знаменательных является то, что в учебный процесс первых классов в школу Казахстана вернули Альпе и Буквай. Во втором полугодии после Альпе и Буквая ученики продолжат обучение по учебникам Анатолия и обучение грамоте. Программа Альпе будет рассчитана на первые две четверти. В течение двух последующих дети будут учить Анатолия. Соответственно, в классах с русскими и другими языками обучения будут вводиться букварь и обучение грамоте. При этом методологической платформой подготовки Альпе станет методика Ахмета Байтурсынова. Эти оба учебника – единообразные учебники. В первую очередь по содержательной части. То есть содержание обоих учебников включает реалии современной жизни и наш Казахстан обозначен как родина. Поэтому содержатель на Альпе и Буквай идут в одном направлении. Также в одном одинаково обозначены и периоды обучения по учебникам Альпе и Буквай. То есть обозначены до букварный период и букварный период. Порядок и объем усвоения букв и звуков обозначены учебной трограммой. Также, как и в Альпе, в букваре будут учитываться порядок звуков и букв. В первую очередь частотность использования звуков и букв в слогах, словосочетаниях и предложениях. Учебник имеет много особенностей. Это QR-код и электронное приложение. Авторы книги использовали такой современный метод, чтобы дети могли хорошо усвоить пройденный материал. То есть в любой момент можно отсканировать код, расположенный в углу книги, и снова прослушать тему. Для школьников это очень удобно, отмечают специалисты. 1 сентября традиционные линейки, посвященные началу учебного года, пройдут в школах на открытом воздухе. Там же на линейках первоклассникам вручат Альпе. Продолжение следует...